Привет, НЛперы! Многие из вас хотят снимать видеоролики. Неважно, какая у вас цель. Вы хотите вести видеоблог или вы хотите снимать красивые сторис в Инстаграм. Может быть, вы хотите заниматься ТикТоком. А может быть, вы просто часто участвуете в видеоконференциях и испытываете волнение, когда смотрите в камеру. Такое бывает, но есть для этого несколько решений и в этом видео я с вами этими решениями поделюсь. И первое решение – вам нужно разговориться. Когда я проходил курсы актерского мастерства, нам запрещали заниматься публичной речью и громко разговаривать раньше, чем пройдет полтора часа после того, как мы проснулись. Это объясняется особенностями нашего организма. И нашему организму требуется время на просыпание. И нашим голосовым связкам то же самое. Вы можете задать вопрос. Юрий, мы волнуемся говорить на камеру, но при чем здесь голос? А все очень просто. Дело в том, что это как заниматься в тренажерном зале. Если спортсмен поедет на соревнования, где ему нужно ставить какой-нибудь мировой рекорд, где ему нужно пожать от груди какой-нибудь тяжелый вес или поднять штангу высокую. Если он перед этим не разомнется, если он перед этим не будет тренироваться, то соответственно у него скорее всего будет травма. И наше волнение, оно тоже возникает благодаря тому, что мы еще не размялись. Поэтому прежде чем что-то снимать, прежде чем выступать где-то на видеоконференции, вам нужно разговориться. Как эту задачу решаю я? Мне немножко проще, потому что если я хочу записать какое-нибудь видео, я могу сначала провести какой-нибудь прямой эфир. И вы заметите, что в моих прямых эфирах и в моих видеороликах очень разная динамика, очень разная уверенность, очень разная подача. И это все неспроста. Все дело в том, что я обычно все свои видеоролики записываю после прямого эфира. Почему? Потому что во время прямого эфира я полтора часа где-то плюс-минус разговариваю. И после этого мне уже очень легко записать свой видеоролик, потому что моя речь уже подготовлена. Мой речевой аппарат уже готов для того, чтобы выдавать много энергии и для того, чтобы активно вам что-то вещать. Как можно поступить еще? Вы можете позвонить любому своему знакомому и пообщаться с ним. Минут 20-30. Именно разговаривать, разговаривать, разговаривать. Тема разговора не важна, вам очень важно просто какой-то промежуток времени говорить. Потому что вы в этот момент, ваш речевой аппарат, он словно просыпается. И это очень круто действует. И потом, когда вы уже разговорились, вы уже не будете испытывать такое волнение. Вот даже вспомните, как вы, допустим, приходите в какую-то малознакомую компанию и начинаете общаться с людьми. В самом начале общение идет не так гладко. А потом, под конец вашей встречи, вы уже разговорились и вам дается общение легко. Общение на камеру это то же самое. Но если вы через пару дней встретите кого-то из тех людей, с кем вы общались на данной вечеринке, то вам, скорее всего, уже будет не так легко разговаривать. Поэтому, мои хорошие, очень важно разговориться. Что здесь еще поможет? Ну, как я вам сказал, вы можете провести прямой эфир. Вы можете позвонить своему товарищу и с ним поговорить. Вы можете поговорить с любым другим человеком. Я обычно, когда перед живыми тренингами или какими-то выступлениями, нахожу время, приезжая заранее на свое выступление, и я общаюсь с людьми. Я это делаю не просто потому, что мне интересно общаться с людьми и интересно познакомиться с аудиторией. Это, конечно, тоже в том числе. Но очень важно мне разговориться. Или когда моя супруга, допустим, меня подвозит на мероприятие, и, допустим, у нас полчаса езды, мы эти полчаса разговариваем, потому что мне важно размять свою речь. Тогда волнения будет намного меньше. И также, что вам еще может помочь, это скороговорки. Скороговорок, море в интернете. Google в помощь. Вбиваете слово «скороговорка» и просто любой текст начинаете проговаривать вслух. Про себя скороговорки читать не стоит, потому что это не поможет вам разбудить вашу речь. Итак, следующий способ, который вам поможет избежать волнения, он заключается в нашей психологии. И многие люди, когда снимают свои видео, особенно когда они снимают свои первые видео, они думают не о тех зрителях, которые будут давать им позитивную обратную связь. Другими словами, они думают о хейтерах, они думают о тех, кто им будет давать какой-то негатив. И тем самым, глядя в глазок камеры, человек представляет не своего идеального зрителя, а представляет того человека, который будет его поливать дерьмом. И здесь очень важно представить, глядя в глазок камеры, своего идеального зрителя. Я именно так и делаю. Я читаю ваши комментарии, и те люди, которые мне пишут что-то хорошее, многие из вас мне знакомы, и я именно вас представляю. Я когда говорю в камеру, я представляю вас, именно тех людей, которых я уже знаю, и которые точно воспринимают адекватно мой контент, которые точно, я знаю, что не будут меня хейтить. Потому что если я буду снимать свой контент для хейтеров, если я буду представлять за глазком камеры хейтера, то мне будет очень тяжело. Поэтому вот этот лайфхак, он очень сильно помогает снизить вот это напряжение. Представляете, что глазок камеры, это глаза вашего самого лучшего и благодарного зрителя. Это работает вообще безотказно. Следующий способ, как избежать волнения, это научиться играть роль. Если вы слишком сильно волнуетесь перед камерой, то вы можете как бы диссоциироваться от себя, видеть себя со стороны и представлять, что это не вы сейчас говорите на камеру, а это какая-то ваша роль говорит на камеру. И ничего страшного, как она говорит. Ничего страшного, если она запинается. Ничего страшного, если она говорит какие-то неверные слова. Следующий способ, это тренировка. В чем заключается тренировка? Тренироваться нужно, если вы подготовили какую-то речь, подготовили какое-то выступление. Включайте камеру и делайте пробные дубли с мыслями о том, что этот дубль пробный. И когда у вас не будет такой рамки включено, что этот дубль ваш последний, когда вы знаете, что этот дубль тренировочный, вы в этот момент расслаблены. И очень часто получается так, что вы записали очень даже удачный дубль. Именно в момент тренировки. Поэтому тренируйтесь с включенной записью. Это будет вам реально помогать. Вы тогда будете расслаблены, и вам будет легче. У вас не будет мыслей, что это мой финальный дубль, и я после этой съемки буду это выкладывать. А когда вы расслаблены, вы говорите более спокойно и адекватно. Следующий способ, который поможет снизить немного ваше волнение, это съемка стоя. Я понимаю, что сейчас конкретно я снимаю это видео сидя. Но первые мои видеоролики, посмотрите, они практически все были стоя. Почему? Потому что реально стоя у вас другая энергия, и реально стоя вы испытываете меньшее волнение, чем сидя. Вы испытываете просто другую физиологию. Помните, в своей аудиокниге я говорил, поза победителя. Когда мы становимся в стойку победителя, как будто мы марафонец, как будто мы пробежали марафон и победили, то в этот момент у нас задействуется немного по-другому работа всех наших внутренних органов. И вы чувствуете себя по-любому более заряженным. Поэтому, кстати, следующий способ, это поза победителя. Перед съемкой вы можете вставать в позу победителя, ноги чуть шире, чем ширина плеч, руки разбрасываете, как будто вы пробежали марафон, и вы добежали, вы пересекли финишную прямую. Так, 2-3 минуты стоите и начинаете снимать. И все у вас начинает получаться. Ну и, конечно, еще есть один фактор. Один фактор, этот фактор заключается в том, что в любом случае, если вы даже будете просматривать свой материал, который вы отсняли, вы будете замечать, что в начале вашего видеоролика вы более медленный, может быть, зажатый, а потом вы как бы разговорились. Поэтому и нужны вот эти способы. Сначала разговориться, затем снимать пробные дубли, но уже с включенной записью. Когда вы делаете таким образом, вы уже значительно снижаете свое волнение. Мои хорошие, я вам рассказал несколько способов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли вам лайфхаки психологические на моем канале о том, как снимать видеоролики и о том, как готовить себя психологически к съемкам и вообще, как заниматься блогерством. Наш канал про нейролингвистическое программирование и психологию, техники саморазвития и техники самопомощи. Я считаю, что сейчас наступает эра видеообщения и нужно к этому себя тоже готовить. Этот видеоролик я снимаю не просто так, потому что мне захотелось, а потому что многие из вас периодически задают такие вопросы. И мне важно, как говорится, быть в тренде и давать вам ответы на интересующие вас вопросы. Ну и более того, с 10 августа я провожу психологический интенсив для тех, кто собирается снимать видео или для тех, кто уже снимает видео, но периодически забрасывает. Потому что в блогерстве не только техническое оснащение важно, а важна психология. Должна быть крепкая кукуха. Нужно быть готовым к тому, что мы будем встречаться с разными проявлениями наших ограничивающих убеждений, будем встречаться со страхом критики и с многими другими творческими кризисами. Поэтому, если вы собираетесь снимать видеоблог, ссылка есть в описании. И жду от вас обратной связи. Нужны ли вам видеоролики на тему о том, как снимать видео? Но здесь я не буду давать технических каких-то советов. Я в этом сам не профессионал. Но я могу вам помочь подготовиться психологически. Верю в вас. Желаю вам удачи. И да пребудет с вами сила.